Друзья, я рада быть в саду. Наша любимая Елена Грашовень. Елена – главный редактор нашего канала. И наше знакомство с Еленой началось со съемок в этом саду и этого сада. Три с половиной года назад у нас есть возможность посмотреть, как сад живет в жизни, как он меняется. Потому что все равно здесь все живое, и мы работаем живым ассортиментом, поэтому что-то выпадает, что-то приходит новое. Мы как-то пытаемся изменить наши зоны. И сегодня мы посмотрим этот удивительный сад в другой сезон. То есть весной мы были, осенью. Сейчас у вас есть шанс посмотреть, как оно выглядит по весне. Также у Елены есть экскурсии в саду. Ссылочка в описании. Вы можете приходить и записываться на экскурсии в этот сад. Ну что, начали? А, нет. Вначале подписываемся, ставим колокольчик и теперь начнем. Я очень рада вас снова видеть. На самом деле сад меняется не только год от года, но если говорить о весне, о первой половине сезона, то от недели к неделю. Если приехать в сад через две недели... Это правда, увидишь совершенно другую картинку. Совершенно другую картинку. Бывают сады статичные. Я человек, который вот этой статичностью не выносится совершенно. Поэтому у меня очень много, с точки зрения ландшафтников, много огрехов. Мало того, большую часть из них я знаю. Но они связаны с моими растительными увлечениями, а я коллекционирую растения. У меня большая коллекция, допустим, весенних эфемероидов, весенних мелколуковичных. Часть сейчас еще цветет. Поскольку хочется соединить в одном саду, а я в нем живу, кучу всяких, на самом деле, малосовместимых подходов, в этом есть определенный интерес, потому что ты развиваешься вместе с садом. И в этом есть, конечно, определенные трудности. Как все вместить. И так как это лесной участок, то нужно понимать, что у тебя где-то сухая полутень. Правильно я понимаю? Очень сухая полутень на песчаной почве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Леночка, ну и основная задача на лесных участках, как я понимаю ее для себя, это не нарушить, скажем так, вот этот вот почвопокровный слой, что-то туда добавлять, что украшает участок, но ни в коем случае не снимать вот эту подстилку, как, к сожалению, многие там пытаются засадить либо газоном, либо еще не пойми чем, и у тебя очень красиво и органично. То есть, с одной стороны, очень много почвопокровных, очень много луковичных, и есть какое-то, ну, какое-то такое ощущение естественности. Это ощущение возникает иногда помимо рук садовода. То есть, с одной стороны, когда подбираешь растения, близкие по облику, с другой стороны, многие растения начинают немножко жить своей жизнью. То есть, сеется, ползти. У меня половина участка все-таки под таким старым лесом. И на цветниках я использую в качестве мульчи обычный лист. Это, кроме больших полезностей для, собственно, для самого цветника, о мульче, можно говорить, отдельно и долго, это создает еще визуальную связь с окружающим лесом, потому что мы очень чувствуем... Эффект естественности, да? Цельности, эффект цельности. Потому что, когда ранняя весна, а это долго, когда нет листвы еще, нет травы, нет листьев, цветов и декоративных растений, мы видим, ну, фактически голый цветник. А у меня площадь цветников, как видите, она большая. Если бы я использовала даже какую-то другую мульчуну, кору, получился бы лоскут здесь и получастка под листом. За забором тоже лес. То есть, это некий такой, получается, композиционный, еще, кроме всего прочего, объединительный момент. Одной из важных задач – создать раздительный покров. Ну, и тут уже такой многослойный пирог. Первое проходит здесь, где мы стоим, галантусы. Наконец-то у меня получились галантусовые поляны, о которых я мечтала много лет. Потом начинают отрастать купены, анимоны. Например, вот анимона дубравная. Классная. Сорт алина. Причем она... Сеется сама, да? Сеется сама и сеется лиловым. Потом начинают распускаться папоротники, начинают распускаться купены. Здесь, где мы стоим, есть такая интересная гортензия аспера. Она у нас не зимует и в результате не цветет. То есть, она обмерзает до уровня снега. Но она потом отрастает такими замечательными. Вот такими, реально вот такими листьями темно-зелеными, бархатными. И цвести не надо, она хорошо и так. Любая гортензия выходит из зимы как-то очень... Не в самом лучшем виде, я бы сказала. Несмотря на то, что ты там формируешь даже стволы и еще что-то. Но все-таки они очень поздно выходят. И получается, что их обязательно нужно чем-то вот еще почвопокровным подбивать и играть. Да, как-то отвлечь от них внимание. Они очень поздно обрастают. То есть, фактически, они хороши. Да, но нужно понимать, что у нас сезон примерно в два раза длиннее, чем из сезонных декоративностей. Подожди, вот ты сказала, знаешь, про многослойность и еще ярусность. Без ярусности можно обойтись на маленьком участке. Только за счет каких-то линий, горизонтальных линий. Если участок большой, то ярусность уже нужна для того, чтобы избежать монотонности. Для того, чтобы картинка была сложной и многоплановой. Правда, здесь был огромный кус лещины, который я убрала. Но объем здесь нужен. Пока его нет. Здесь посажены рододендроны, которые этот объем со временем дадут. И здесь же я посадила большой в перспективе можжевельник Хортсмана, который тоже создаст вертикаль и создаст объем. Ну и здесь вот у тебя тоже лещина, да? Лещина. На самом деле она не без ухода. Я стараюсь поддерживать вот эти аркообразные ветви и убирать такой некий хаос. То есть легкая такая формирующая обрезка, что удивительно, но для этих обычных лесных лещин она все-таки применяется. В то же время, вот в силу того, что вот где-то у тебя есть такие вертикали и участок разделен на комнаты, получается, что ты не видишь конца этого участка. И это здорово. Потому что люди, которые там по периметру что-то высаживают, особенно акцентные растения, то они серьезно уменьшают этот участок визуально. Что еще интересно в этой зоне, это рододендроны. И насколько я знаю, ты никогда не заморачиваешься с укрытием рододендронов, что я всячески поддерживаю. Считаю, что в саду как можно меньше должно быть растений, которые нужно накрывать, укрывать. У меня сосны с южной стороны. Рододендронам зимой опасны не столько сами морозы, сколько вот эта вот раскачка в конце зимы солнца, суточная раскачка, солнце-мороз, солнце-мороз. Вот тогда и начинается то, что называется солнечными ожогами. Кроме того, я не перфекционист. Перфекционисту в саду вообще, мне кажется, очень тяжело. Если будут какие-то ожоги на листьях, ну они зарастут. Ну да, не такая уж проблема. Довольно быстро. Не такая это проблема. Если участок ВИП, а у меня не ВИП. То есть, если удается создать некую атмосферу, то когда есть атмосфера, люди не обращают внимания на пятнышки на листьях. Какие у тебя рододендроны? Какие ты рекомендуешь, чтобы их не укрывать? Ну, естественно, финские и польская серия королевская. А финский катывбинский, да? Нет, катывбинский как раз очень горит. Финский – Тигерштедд, Похелодоттер, Хельсинский университет. Ну и же с ними. Здесь у меня короли, соответственно, королева Едвига. Казимир Одновичел. Очень неплохо себя чувствует колцап. Вот замечательный совершенно рододендрон – это дикарь. Это природный вид с Кавказа рододендрон Смирнова. Он, наверное, самый зимостойкий из всех в наших условиях, самый беспроблемный из всех. Цветет, правда, достаточно поздно. Он цветет в конце мая, начале июня. Крупные, прекрасные соцветия. А такие листья мягкие, а такой он бархатный снизу. Причем и в тени хорошо цветет. Здесь, в общем-то, тень. Леночка, ну и тут продолжение тех же самых лесных покров. Вот вижу очень симпатичные цветочки дармеры. Дармеру обожаю. Во второй половине лета у нее шикарные листья. А вот по весне, конечно, вот такие вот цветоносы. Очень-очень круто. Вижу у тебя редкие триллиумы, морозники. Прям очень-очень круто. А стиль Бойдос прекрасный растений. А стиль Бойдос уже, да, начал свои шляпки выпускать. Здесь под всем этим галантусы и сибирские дальневосточные желтые хохлатки брактеаты. Коврик в этом углу зарастает асперл и адораты. Видите, у нее такая ажурная листва. Такие будут ажурные белые цветы. И это будет прям очень здорово. Причем это вот не я сделала. У меня сидело пятно, и она сама. На самом деле, чем хорошо вот такой вот лесной сад, или может быть подход такой, что многие вещи растения делают сами. И нужно только пытаться вот как-то, вот как, я не знаю, как серфить, да, серфить на растениях. Потому что иногда они такие идеи сами предлагают. И располагаются в каком-то совершенно изумительно нужном месте. Думаешь, о, вот я бы так точно не придумала. Не придумала. Так сделала эта асперл. Она взяла и все затянула, и такой фоновый коврик под более брутальными крупными растениями и связала вообще всю композицию воедино. За что ей огромное спасибо. На заднем фоне у нас тисы. И в этом году прям повсеместная, к сожалению, проблема с тем, что многие тисы погорели. Как никогда. Как никогда. Причем у многих, у кого они 10 лет стояли, и все было прекрасно, в этом году выпало очень много тисов. Как считаешь, с чем связано? С активностью солнца. И в следующей зимой будет еще хуже. Этому тису уже лет 25, если не больше. И вот такая картинка, она первый раз. Причем, вот как укрывают обычно лутрасилом, он от ультрафиолета не помогает. На следующий год я планирую тисы защищать маскировочной сеткой. А еще хочу показать вам этот ландыш. На самом деле нельзя сказать, что это была бы большая редкость. Это сорт берлинский ландыша майского. Он крупнее, примерно два раза крупнее дикаря. То есть он, конечно, интересный. Но для меня еще интересен тем, что он не куплен где-то, а достался мне от моей прабабушки. Из сада моей прабабушки эта штука такая. Для меня ценно. Я люблю старые и старые вещи, памятные вещи. Кстати, у меня много растений. От каких-то старых цветоводов тоже всегда память. Музыка. 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 Лен, ну и круто. У тебя здесь клёны манчжурские. Мы, если честно, сажаем их сюда такими маленькими хлыстиками. Потому что у нас тут больших клёнов манчжурских не сыщешь в Москве. Это дальневосточная все-таки флора. А здесь вот такая замечательная рощица. И такие они могущественные. То есть все-таки это дерево второй величины. Это дерево второй величины. Но я тоже сажала их хлыстиками. Просто они сидят уже лет 20, наверное. Я их тоже очень люблю. И особенно осенью, когда у них вот эта красная листва. Просто вообще всплеск эмоций. А ты знаешь, вот не только осенью. Все-таки дальневосточная флора, она такая особенная по облику. Мне нравится и графика кроны у них. Мне нравится, когда они распускаются. Ты посмотри, какая листва. Они особенные. Они совершенно другие. Да, осенью будет некая вспышка. Из-за тени они не ярко-красные. У них отдельные ветки. То есть тут сложная окраска. От желтой к темно-красной, к пурпурной. Как все дальневосточники, они же быстро облетают. Ну это да, это минус, к сожалению, для дальневосточных. Но освежие листва, когда у них вот только-только прозрачные, вот то, что называется зеленым дымом, они особенные. То есть это вот такая неизбывная все-времешная красота. А ты посмотри, ствол какой у них. Ветви иначе отходят. Они вообще другие. Это японские, фактически, заменители японских клёнов. Если у нас японские пальматы не растут, вот, пожалуйста. Довольно неожиданное может быть растение для такой глухой, сухой тени, где, наверное, уже вообще ничего не растет, а просто голая земля. Это обычный плющ. Ну даже природные формы взять и запустить по почве, и будет хороший, со временем прям плотный ковер. То, что залезает на вертикальные поверхности на деревья, конечно, будет отмерзать. А вот как почвопокровный, просто идеальный. Листья сохраняются под снегом, все замечательно. Лен, ну и здесь у тебя центральный цветник. Мы его видели в полном цвету во второй половине лета. И, конечно же, весной это некая проблема, потому что пик декоративности наступит намного позже. Но, тем не менее, у тебя сейчас очень жиренько. И какие рекомендации ты можешь дать? Это же односторонний цветник, получается. Это то, что, собственно, англичане называют бордером. Единственное, что он только изогнут. То есть должна быть абсолютно четкая стена сзади. Либо это стриженная, либо, ну, у англичан все это кирпичный забор. Конечно, просто забор, ну, это так, не камильфо. Ну, тогда просто стриженная живая изгородь, четких очертаний. Второе – очень четкие очертания самого цветника. Причем я имею в виду не, собственно, как выполнена кромка, а как положены линии на плоскость. Потому что восприниматься будут вот эти большие крупные формы. Внутри, ну, у меня, я просто очень люблю одним цветом, но разными растениями выполнять разные фрагменты. То есть это дает какое-то разнообразие. Вот у меня, допустим, здесь есть пятна разных бледно-желтых приму, которые цветут одновременно. У тебя за спиной видовая примула обыкновенная. И то, как она сама, каким паттерном подсевается, я только убираю только то, что считаю для себя лишним. Сейчас у нас за спиной, опять же, пятна лиловые анемоны. Дубравные тоже я стараюсь подсаживать так, чтобы это лиловое было по всей длине цветника. Но потом же их не видно во второй половине лета. А потом их не видно. Сверху вырастают крупные многолетники. И они свою функцию исполняют. Почвопокровные. А так как здесь, опять же, все засыпано лесным опадом, участок большой, и соседи разрешают свой лист сгребать, то функция прополки намного облегчается. Если заранее подготовить почву и нет корневищ многолетних сорняков, то тут уже, в общем, все гораздо проще. Вот одно из моих, наверное, любимейших растений, которое всегда, наверное, навсегда останется коллекционной историей, потому что вегетативно размножается крайне медленно, и семян затветают где-то на седьмой год. Речь идет о триллиумах. Вот конкретно этот триллиум – это махровая форма триллиума грандифлорума. Их достаточное количество видов, есть розовые, красные, есть, кстати, белый, не махровый, растет у нас на Камчатке. Ну и тут любимая всеми грифшейм, но обычно мы видим их стриженными небольшими, там в изгородях еще где-то у тебя здесь она прям такая монстроидальная. Все думают, что это растение, которое посадил и забыл. Нет. Вот вроде бы оно растет хорошо. Оно действительно растет хорошо и очень нетребовательно к условиям. Но она, к сожалению, достаточно быстро стареет. И ее нужно не стричь, ее нужно омолаживать, то есть вырезать стареющие побеги. Как мы это делаем? На смородине. Как мы это делаем? На крыжовнике. И как мы это делаем? На чубушнике. Если этого не делать, то вдруг сталкиваемся с большим обилием сухостоев в кусте. И это не потому, что ей плохо. Это потому, что действительно ветки состарились. А уже выводить ее из этого состояния потребуется крайне сложно. Возможно, но это потребуется несколько лет. Вообще, мне кажется, нужно понимать, что любые кусты, они израстаются за 10-15 лет. А если ты за ними не следишь и не ухаживаешь ежегодно, то это происходит гораздо быстрее. Она не будет израстаться, если за ней ежегодно ухаживать. То есть если делать правильную обрезку, просто правильно, она совсем несложная. Она просто должна быть правильной. Леночка, спасибо тебе огромное, что ты нас пригласила в свой сад. И, как всегда, в любые времена в твоем саду есть чему удивиться. Поэтому я всех приглашаю на экскурсию к моей любимой Леночке Грушовень. Приходите, ссылочка в описании. И, конечно же, подписывайтесь и смотрите наши дальнейшие выпуски. Спасибо. Приезжайте еще. Субтитры сделал DimaTorzok